друзья всем доброе утро я себе готовлю завтрак что у меня на завтрак каша рисовая на молоке потом обязательно я уже правда съела ложечку чайного меда водичкой теплой запила потом сейчас сделаю кусочек себе бутерброда семечками у меня такой видите серый хлеб серый батон мы покупаем специально для чая кусочек сливочного масла обязательно и кусочек сыра с кофе сыр у меня альбери мы покупаем хороший очень сыр натуральный проверяла йодом знаете же да как проверять йодом сыр берете сыр ватную палочку мед макала и вот так вот промазала и все и на минут 15 ничего не сделалось так и все и осталось не не посинел а если посинеет сыр это место где вы намазали то значит здесь крахмал сыр не натуральный у меня натуральный сыр я уже удостоверилась беру только у одних и тех же продавцов сейчас кофе еще сделаю себе со сливками и вот кофе кофе черный немножко пью кофе всего пол бокальчика вот но на эти пол бокальчика мне надо обязательно насыпать 2 чайных ложки сахара потому что если я утром сладко не попью меня потом ну какое-то состояние нестояние сажусь и завтракать если вы тоже вместе со мной сейчас завтракаете то приятного вам аппетита здесь пришла наша гульона всю ночь гуляла опять на леса гуляла гуляла во вражали к ах ты же вражу личка выбор жилька маленькая да и вот такая вот друзья погодка видите снега у нас мало осталось вот шел дождь всю ночь сейчас вот только перестал дождикать я так всю ночь шварил вот видите все расставила снега нет завтра будет плюс 13 градусов и сегодня будет тепло плюс 6 птички прилетают валера наверно еще не кормил кто-то дел я опять на планировала в голове много не знаю что успею не успею сейчас привезут в ночь у нас каникулы начались хочу печеница какой-нибудь постряпать не знаю вчера делала вареники не стала вам показывать как я делала вареники ленивые дачу этом показывать там еще остался мне немножко творог хочу сделать потому что там срок годности же небольшой в твороге хочу сделать печеница на на творожное немножко с вероникой позанимаемся на каникулах решила с ней тоже немножко заниматься чтобы она не забывала немножко там как писатель какие слова таблицу умножения прямо то вообще надо знать как очень наш в общем не знаю посмотрим чем буду заниматься пока завтракаю пока у меня видите какой какой завтрак я вам показала какой да все всем приятного аппетита на улице у нас ветерок но тепло на улице прям очень тепло сейчас на градуснике показывать 9 градусов уже так надо валеру попросить накормить птичек выставила я сюда это не это не прилетает на тенка сейчас я сюда насыплю на подоконник с подоконника будут брать или нет интересно а я им насыпала вот сюда валер на подоконник они подлетали но алиску видят и боятся да пусть конечно они прям они уже тебя не боятся валер что их кормит той корме да давай сейчас с той стороны еще насыплю кормила вот сейчас мы передвинем арку поближе с валерой в озоны подсунем чтобы мне с окошка с их кормить выскочила выскочила птичек искать да ловить короче ты сама и даже не притрагивай да я буду потихоньку двигать и не смог я не смогу у тебя сил не хватит валер все 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 перед он подкручивай смотри главное я не смотрю я буду смотреть а потом вот так на вытянутую руку проверю достану я с окна или нет да достанешь все валишь все достаточно все а то зимой будет мороз а в мороз чем выскакивать что ли смотри еще можно а давай я пойду из дома правее давай ближе подвинем и ничего страшного снег ты прям впритык хочешь подвинуть ну почти да не нашу надо чтобы ровно стояла я поняла теперь эту еще сторону подкрути немножко водка по фундаменту сделай и арку что точно я достану нет арку надо ровно вроде ровно нет я уже вижу все отлично они теперь наверно подлетать не буду калиска рядом сидит а жрать захотят побегать да конечно думаешь а ничего марка нормально стоит нормально ровно даже уже и небо голубое проглядывается будет солнышко смотри тучи уходят ну вот валера поставил мне арку поближе к окну чтобы в любую погоду я могла не выбегать в мороз на улицу а вот с окошечка покормила и они покушают птички подлетают но нас боятся мы рядышком стоим все надо уходить пусть покушают а то боятся алиса сиди на улице на улице тепло прям вообще такая красота и даже будет сегодня солнышко голод не тетка всего прилетает ведь я здесь начистила уже картошки и варю борщ борщ будет у меня с красной свеклой украинский я картошку всегда опускаю где у меня варится бульон целенькую а потом его немножко толку толкушкой никогда не режу мне кажется что больше всегда так получается вкуснее опускаю и все подсолила сейчас вот еще раз пенку надо собрать все-таки домашнее мясо всегда пенки много бульоне несколько раз прям собираю ситечко я все делаю на глаз так высыпала я творог здесь сливочное масло выливаю яйца взбиваю тоже сюда я не буду сюда творог добавлять сахар я сделаю сладкие ушки здесь у меня сливки прокисли добавлю сливочек прям ложку хорошую можно 2 все разрыхлитель и замешиваю тесто немножко подсолю присолю любую выпечку надо присаливать она потом получается без соли мне кажется невкусная сейчас я пробью погружным блендером все и она хорошо меня все равномерно размешается снега все меньше и меньше у нас тает прям на глазах все я перебила сейчас буду добавлять муку так и в муку одну чайную ложку надо разрыхлителя у меня вот видите в какой банке мне сынуля купил так много не знаю . показать вам видите сколько там вижу девчонки делают разрыхлитель сами я ни разу не делала девчонки честно скажу всегда покупаю наверное сделать выгоднее будет дешевле обходится гораздо все замешиваю мягкое эластичное тесто и на полчаса поставлю в холодильник тесто должно получиться мягкое нежное все тесто в холодильник на полчаса а я пока посуду помою полная раковина посуда потому что если я варю борщ у меня посуда всегда полная раковина птички подлетают и подлетают веронюш смотри птички у нас рядышком видишь дедушка подвинул бочки вот эти вот с аркой они теперь вот видишь как теперь бабушка сможет их кормить с окошко не надо это лагиты тоже да будешь кормить а не выходить на улицу я же дотянусь конечно бабушка тебе поможет или на стол там будем с тобой печеньки делать творога бабушка замесила уже тесто давай это куром бабушка не помню что куром это куром а это все куром вот этот куром куром кромсаны нифига себе вы богато живете куром я сколько раз говорила не привозди с собой ничего бабушка все тебе сама приготовить а это мне это мне а тетя куром и не знает что же куром а что же себе я сколько раз говорила не привозить с а я уже думала кромсаны куром да блин я все путаю перепутала все да ну ладно сейчас разберемся сейчас разберемся и позвоним папе с мамой хорошо доваривается у меня здесь борщ уже прям картошечка вся я думаю хорошо прям сварила сейчас попробую ножичком и здесь вот потушила значит бурячок красный и сделала зажарочку обжарила перец помидоры лук в общем все такое с огорода все свеженькое вот уже картошечка уже прям вся опа разваливается все сейчас я ее немножко притолку толкушечкой у меня уточка на утином бульоне в общем я сделала тут косточки утиной у меня плавают сейчас валеру попросила капусту принести маленький вилочек попрошу и все и мой борщ будет готов все хватит немножко приколкла вот так вот я делаю смотрите девчонки вот такими вот видите кусочками делаю и не знаю мне кажется больше так намного намного вкуснее кто как привык мы вот как бы так привыкли кто-то может быть по-другому привык ему им тоже кажется что вкусно не знаю чувaci как ты Какая красная. Веронюш, пойдем с бабушкой делать эти печеньки. Ты же хотела. Пока холодное тесто надо быстро его разделать. Ну давай, пробуй. Получится, не получится. Вот так? Давай еще каталочку я тебе вот так вот. Ага, надо каталочку вот так было обмакнуть. Подожди, не торопись, потихоньку. Не торопись. Получается? Еще смазывай этой мукой каталку, потому что оно... Ага, подожди, бабушка, я свою кофту сняла. Бабушка, помоги мне кофту снять. Я думаю, еще одну, потому что кофта. Да, и бабушке тоже жарко. Что-то я тут на себя тоже напялила кофту. Я вот сняла, потому что у меня еще одна кофта, она легкая. Подожди, не торопись, подожди, подожди, давай, подожди, остановись на минутку. Сейчас, подожди. Видишь, здесь с этой стороны теперь у тебя прилипло. Надо везде подсыпать мукой. Можем мне, пожалуйста, подсыпать? Подсыпай. Подсыпай. Все, раскатали мы. Теперь мы будем ее вот так вот. Кружечкой выдавливать. Можем мне выдавливать? Обмакивай вот здесь муку кружечкой и выдавливай. Ну, кстати, мама нам вчера так же делала. Куда ты? Надо было с самого начала. Ну, ладно. А я не так, блин. Ладно, пусть будет так. Ладно, ладно. Опять макай. И вот с самого краешка начинай выдавливать. А я буду сахарком посыпать и буду складывать. Все, бабушка. Ну-ка, подожди. Все, молодец. Только с самого начала начинай выкручивать. Все, бабушка, смотри, как луна получилась. А, это луна? Ну, ты так делай, чтобы у тебя ровный кружочек вот так получался. Ну, пусть будет такой, бабушка. Мне кажется, ты торопишься. Давай не будем торопиться. Молодец, давай. Не торопись только, ладно? И сегодня я еще бабушке буду помогать. Что бабушка тебе делать? В огороде помогать. Да. А что там мы будем в огороде-то делать? Сама не знаешь. Чего будем делать-то? Так тебе, ты сказала, что у меня там дела. Ну, дела у меня там кое-какие розы надо будет еще. Во! Ох! Бабушка, на! Давай, давай. Ушки, ушки, ушки. Ушки мы делаем. Ушки вот такие вот, друзья. Вот такие ушки у нас с сахаром будут. Вот. Вот, молодец. Ой, вкусно будет, да? Ты будешь пробовать хоть сама? Да, буду пробовать. Ушки, молодец. Уже ради этого стоит стряпать, да, тебе? Вот. Вот, молодец. Вот еще бабушка есть. А, молодец, умница. Молодец. Трепуха ты у меня, да? Трепуха. Вот у меня начались каникулы, и теперь я могу бабушке помогать. Я сделала каникулы, чтобы бабушке помогать. Вот бабушка. Ага. И бабушкина помощница. А, бабушка. Давай. Сей. Бабушка за тобой не успевает. Вот. Видишь, как у нас все тут быстро, да? Потому что я быстрая. Угу. У нас еще мало, ребят, теста. У нас еще меньше мест. И меньше теста. Пашка, смотри-ка, луна. Ребята, смотрите, у меня получилась луна. Сейчас я вам покажу, какая у меня получилась. Пашка, еще будет луна. Паша, луна. Вот, смотрите, какая луна. Вот, Пашка, видите, какая луна? Она почти полненькая. Вот. Она почти полненькая. Сейчас слепим. Слепим сейчас твою луну. Пашка, я вам взялся. Давай. Так, все, это тесто теперь собираем. Давай. Мы сейчас еще с него замесим, помесим. Можем мне его покажать вот так вот прям? И сделаем еще кружочек, раскатаем. Ну, ты меси его вот так, замешивай. Я его вот так вот посыплю? Конечно, мукичкой замешивай, да. Вот так вот? Ну, не так, а вот так вот. Смотри, бабушка тебе покажет, как вот так. Смотри, вот так вот берешь. Вот так вот, вот так нежненько, нежненько, ручками. Ага, даме, даме, даме. Нежненько, не торопись. Вот так вот? Бабушка так нежненько тебе показала, да? Нежненько. Где нежность твоя? Ну-ка прояви. Тесто нежность любит. А, у меня все руки в голове, вот, на нос или, ребят? Сейчас я его посыплю. Вот. Вот у нас один противень готов. Сейчас быстренько мы его будем выпекать. Оно быстро-быстро выпекается, творожное печенье. Все, друзья, доделали мы свои печеньки. Помогалочка моя устала. Сказала бабушка, можно я немножко отдохну? Я так устала. Я говорю, ладно, сиди. В охотку чуть-чуть что-то поделала, да и ладно. У нас уже 11 градусов показывает на улице тепла. И снега уже все, нету. Все уже практически весь растаял. Еще нет? Секретик? Хорошо рисуй. Веронюш, красивые у нас получились. Смотрите, друзья, видите, какие получились пышные. Но они сейчас постоят и немножко опустятся. Это нормально. Вот так вот какие прям хорошие пухнастенькие получились. Все, ставим вторую партию. Партию! Партию. Переложим на тарелочку. И будем мы сейчас пробовать с Вероникой наши ушки. Ну что, ребят, мы сейчас будем пробовать. Да, снимем пробу. Смел. Давай сами. Да, кушу и смел. Попробуем. Я самый маленький. Самый маленький? Ну вот он, самый маленький, смотри. Прям маленькусичный. А, горячий. Да ладно, тепленький. Не, не горячий. Ммм. Ммм. Ручка, у меня прям горячий. Воздушный. Слоеный. Дайте мне, пожалуйста, салфиточку. Какой вкусный. Ммм. Очень вкусно. Все на глаз. Сейчас вкуснее. Без пропорций. Я его заверну, чтобы мне не было бритья. Вот так вот, ребят. Все на глаз, все без всяких пропорций. Набросали, накидали, замесили, испекли. Вкуснотища. Ммм, офигенно. Тает во рту, да? Прям слоеная. Вкусно? Только горячий. Горяченький. Я его вот так купила. Так что готовьте, друзья. Бабушка рецепт вам показала. Рецепт. Рецепта у меня нет. Ну вот как я. Бабушка показала, как приготовить. Два яйца. Немножко. Сливок. Старых. Сливочное масло. Разрыхлитель, мука. Чуть-чуть соли. Кстати, если вы сейчас повторяете за бабушкой, то попробуйте. Они очень-очень вкусные. Дети врать не будут. Если у вас есть дети, вы им дадите вот эту вот вкусноту, и они у вас не будут просить вкусняшки. Магазинные, да? Это тоже вкусняшка. Вот дайте вот это вот детям какой-то пирожок, как я так это назову. Это ушки, творожные ушки. Да. Творожные ушки им дайте. Мам, мам, мне тут нажать. Вот дайте им вот такие вот булочки. Это как булочки, ребята. Очень вкусно. Дайте им вот такие вот булочки, и они прям захотят, наверное, добавки. Все. Всем до свидания. Пока-пока. Пока-пока.